приветствую вас на канале Данио сейчас мы рассмотрим обзор прудового насоса samsan hj 1543 это прудово-фонтанный насос с губкой при фильтром внутри корпуса по характеристикам у данной модели 28 ватт мощности в 1400 литров в час производительности максимальный подъем воды на 2 метра главным для меня открытием по насосам samsan оказалось то что у них самое большое количество насадок на фонтан который по умолчанию идут с насосом по комплектации нас тут насадки сам насос и вот такая вот брошюрного типа инструкции в частую на английском языке но зато с таким схематическим расположением пояснением по насадкам и даже по сбору-разбору самого корпуса всего насоса в целом пока я доставал насос у меня отвалилась одна присосочка то есть в гнезде она сидит не очень так скажем строго легко вынимаются вместо этих присосок вы можете их с легкостью быстро удалить и здесь вот сквозные отверстия зафиксировать на болты либо на любые другие шурупы там так далее также дополнительно еще отверстие есть то есть этого у нас получается 6 отверстий крепежных если не использовать присоски либо же как она изначально шла на присосках присоски маленькие но очень цепкие даже вот на пластиковую поверхность очень крепко цепляется я вот не могу не все-таки оторвалась итак кабель тут такой солидный очень вилка шикарная кабель пахнет как и все китайское как и все китайское оборудование достаточно интенсивно корпус также разбирается не очень легко в отличие от присосок немножко постараться может потому что новый может конечно я что-то не так делаем вообще груз в пазах специально для пальцев все таки вот здесь у нас внутри вот такая губка крупнопористая хорошего качества губка такая скажу внутренний отсек насквозь решеточка и здесь у нас традиционно роторное гнездо роторная крышка роторная крышка кстати тоже очень туго открываются с одной стороны это как бы неплохо не будет лишних дребезжаний люфтов и разрушения корпуса но не настолько же так здесь сразу по контуру роторной крышки у нас резиновая прокладочка что в принципе радует ротор сидит у нас на металлической оси по краям у него традиционно также два порезиненных колпачка очень аккуратно выполнены такие светленькие прикольные массивный ротор в самый раз для 1400 литров в час обычное роторное гнездо ничего как бы нового традиционно выполнено так вот ёршиком чистить будет легко попадать осью вниз до тоже очень плотные насадки то есть оси вы их вряд ли повредите сейчас попробуем как попадать роторная крышка тоже легко садится соберете вы скорее всего гораздо быстрее чем разбирали главное попасть по бокам в пазы и тогда уже фиксировать так закрывается и проще чем открывается в остальном традиционный китайский агрегат традиционный корпус пластик качество материалов единственное что вот вилка меня очень порадовала качественная вещь по корпусу разобрались собирается все проще чем разбирается и теперь приступим к интересному это фонтанные насадки по креплениям к насосу насадок все начинается с резьбовой детальки терископическая насадка крепится на корпус через данный тройничок тут уже дальше никаких резьбовых соединений пластиковый стык здесь мы можем крепить шланг на водопад каскад ну и вот этой рукояточкой поворотной колесико вы сможете регулировать то ли все на фонтан то ли на каскад регулировки по углу наклона никакой нет только вертикальное положение то есть уж постарайтесь выставить насос так чтобы насадочка смотрела вертикально вверх а не под углом дальше по верхней части телескопической насадки фиксируются у нас насадки распыляющие которые будут раздавать брызги или струи фонтана вот собственно говоря вот эта насадочка у нас уже не садится почему то на телескопическую а тут по резьбе разбирается кстати другая насадка садится элементарно сейчас по порядку пройдемся Это у нас мелкие струи Также разбирается Прочистить можно все внутри При необходимости Собрать обратно Это у нас тоже Похоже на водный шар То есть полностью глухая поверхность Сверху штырь с отверстием Его если что можно заменять Они тут разные есть Ну и здесь по периметру будет Расходиться в шикарный водный шар Вот так выглядит внутри На эту же насадку можно поменять Можно поставить допустим Широкие струи Вот такой фиксатор закрутить Собирается Надевается на телескопическую Регулировать можно высоту подъема Тут еще интереснейшая насадка есть В описании называется Как Крикет для фиксирования Освещения То есть это фиксатор для светильника Который будет осуществлять Подсветку Ночную подсветку фонтана Туго идет Сейчас посмотрим Инструкцию Где он тут располагается у нас А он у нас располагается сразу после тройника Что интересно А для тройника у него здесь слишком широкое отверстие Сейчас будем разбираться А тут узкая Сложно вставиться Но тем не менее ставится Хотя по схеме Неверно Если мы его поставим сюда То Разве что вот так Но при этом он остается подвижным У кого будет эта модель Сами обратите внимание Тут есть какое-то логическое несовпадение Если вам конечно пригодится Этот фиксатор для светильника Именно в таком исполнении Далее По насадкам Т-образную Размещать только так Это под шланг Тут со ступенечками Насадка Елочкой И Последнее Получается Это мы уже примерили раз Вторая в двух исполнениях Они между собой могут все Взаимозаменяемыми быть Туда Цепляется Есть внутри резьба Необходимая То есть можно будет экспериментировать Подбирать Любимую форму фонтана Для себя Также если у вас совсем нет Глубоко подразумевается Можно вообще Без телескопической Собрать Любую форму Насадку Предельная нормальная температура Работает Как в принципе У большинства насосов 35 градусов по Цельсию Погружение Для данной модели Я думаю Что в районе Минимум 30 сантиметров По схеме Я этого не обнаружил Там есть Максимальная высота Подъема Производительность Напряжение Мощность Детальки на удивление Получаются универсальными Много чего Взаимозаменяемо Так тоже можно Если что Непонятно Почему она не садится На телескопическую Нет На телескопическую Тоже садится Просто более туго Все очень Новое Тяжело Пока что соединяется Таким же образом Крепится наверх И еще есть Одна Легопытная Насадка Которая Так Конус Свисток Напоминает Ее можно Тоже просто Зафиксировать Вот будет Одна Толстая Струя Для чего-то Такого еще Не попадалась мне В других насосах Акваэль Хаген Кавазон Сичи Вот у Сансана Такая штуковина Есть Вот такой вот Забавный насос Сансана JJ1543 На данное Китайское Оборудование Предоставляется Официальная Гарантия Год Как и на все Оборудование Сансан Представленное У нас сейчас На сайте Danio.com.ua В остальном Ничего такого Особенного Только вот Интереснейший Выбор насадок Исполнение Совершенно Нормальное Как бы Хорошо Выполнено Стыки Корпус Ничего не болтается Все пластика Мало резьбовых Соединений К сожалению Но тем не менее В целом Это все Что можно Рассказать На первый взгляд Про насос Сансан JJ1543 Без его Прямой эксплуатации Если вам понравился Наш видео обзор Ставьте лайки Также будем рады Вашей подписке На наш канал И до скорых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok